Дети в школе сегодня достаточно длительное время предоставлены сами себе. И перемены используют по своему усмотрению. Вместе с тем, накормить ребенка дома и на весь день в школе – это просто нереально. Поэтому часть времени между уроками нужно использовать на перекусы. Качество и количество пищи в которой, а также воды и других напитков. При этом определяет последовательность урока в школе, чтобы обеспечить школьнику правильное питание вне дома. Поддерживая не только правильный рацион, но и режим питания. И воспитывая ребенка с самого начала. Важно научить его как правильно питаться еще в школе. Чтобы потом по жизни у него не было таких проблем, которые возникают у большинства взрослых. связанные все с тем же отсутствием знаний о правильном питании. Не забудь поесть на большой перемене. Я помню этот автовизм из серии «Как правильно питаться». Наука уже давно ушла далеко вперед. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете, каким должен быть правильный завтрак дома в зависимости от расписания уроков. Да-да! Именно уроки в школе диктуют вам, родителям, правильный завтрак, который вы должны дать ребенку дома. Вы также узнаете, как правильно использовать содержимое ланчбокса школьнику, чтобы правильно питаться. Также вы узнаете, как и чем не следует кормить ребенка в школе, чтобы не возникли очень серьезные неблагоприятные последствия. Ну и как обеспечить вводный режим, вводный баланс ребенку в школе. Обо всем этом чуть позже. Каким же должен быть правильный завтрак дома? Если первый урок физкультура или трудовое воспитание, то есть предполагается достаточно значительная физическая нагрузка. Завтрак дома должен быть легким. И в большей мере напоминать перекус. Во время такого завтрака должны попасть относительно легкие в переваривании блюда. Я бы советовал овощной суп, овощной рагу, каша размазня обязательно на воде, винегрет, ну и что-нибудь похожее. Вы пробовали бегать с полным желудком, а ребенок чем хуже вас. А такой прием пищи обеспечит подросткам не только энергией, которые содержатся в этих продуктах и она легко извлекается в короткое время. Но и необходимым количеством воды, которая при физических нагрузках у ребенка легко теряется. Если физкультура или трудовое воспитание идут вторым уроком, завтрак должен быть более плотным. Подойдут блюда из яиц либо белой рыбы, лучше нежирной, минтай, хек, с овощным либо фруктовым гарниром. Либо каши опять-таки на воде, но обязательно с жиром. Каждый прием пищи и завтрак обязательно должен быть с жиром. Чтобы печень ребенка не тормозила на уроках мыслительную деятельность. Напомню, это метаболический мозг, который очень многими обеспечивает мозг реальнее. И чтобы печень не тормозила, хотя бы чайная ложка жира в завтрак должна в организм ребенка войти. В иных случаях завтрак дома должен быть более плотным. Помним все-таки выражение завтрак нужно съедать самому. В этом случае подойдет и суп с мясом, и мясной рагу, и мясо либо рыба либо птица с овощами либо фруктами на гарнир. Каша на гарнир к мясу в этом случае не лучший вариант. Для тех детей, у которых пищеварительная система работает не самым лучшим образом. То есть есть нарушение аппетита, присутствует регулярная любовь к сладкому. Периодически появляется вздутие живота и связанное с ним урчанием. Стул появляется не утром, как это должно быть, а по своему расписанию. Обычно в таких случаях есть гастрит, либо дискинезия желудочного, панкреатит, либо дисбактериоз. Они в таких условиях только усилятся. А вы кого хотели накормить таким завтраком? Действительно своего ребенка? Понимаете разницу? Съесть и усвоить это две большие разницы, как говорят в Одессе. Поэтому кашу с мясом или с рыбой лучше употреблять отдельно, либо раздельно. Ну просто так будет больше пользы для вашего ребенка. А как правильно содержимое ланчбокса использовать? Смотрите видео дальше. Это будет прямо сейчас. Как же правильно использовать содержимое ланчбокса школьнику? Если утром дома был достаточно плотный завтрак, то первый перекус может состояться после второго либо третьего урока. И зависеть он будет от того, какой предмет по школьному расписанию выпадает на третий либо четвертый урок. Если это будет урок со значительным физическим либо умственным напряжением, например опять-таки урок физкультуры или контрольные по математике, перед ним подойдет булочка с каким-либо вареньем, кекс, галетное печенье, зефир, мармурин, лад. То есть богатые углеводами продукты, которые обеспечат как раз быстрой энергией вот такой вот достаточно интенсивный урок. А запивать лучше соком кислого либо кисло-сладкого вкуса. Либо заесть соответствующим фруктом. В таком случае продукты быстрее переварятся и обеспечат организм вашего ребенка энергией на ближайшее время, на ближайший час. А также обеспечат дополнительным количеством воды для поддержания нормальной вязкости крови, то есть на нужном уровне. А доставить сердце больше крови мозгу ребенка либо мышцам, в любом случае оценки на уроках будут выше. Если же это будет урок с менее интенсивной нагрузкой, питание может быть более плотным. Может быть небольшой бутерброд с сыром, омлетом, отварной курицей либо рыбой. При этом хлеб и жиры переварятся относительно быстро и обеспечат вашего ребенка энергией на ближайший урок. А белки из рыбы либо птицы, а также молочных продуктов либо яиц на несколько уроков сразу. При этом они не требуют много крови на переваривание. Соответственно и волки будут сыты и овцы целы. И пищеварение состоится прекрасно и мозг вашего ребенка будет обеспечен всем необходимым для своей высокой активности. Запивать их также лучше не простой водой, а соками, компотами, морсами или заедать сочными фруктами. Кислый либо кисло-сладкий вкус которых обеспечивают в основном органические кислоты, которые обладая сокогодными свойствами существенно ускоряют переваривание пищи. А только переваренная пища после попадания в кровь способна обеспечить вашего ребенка энергией. Вместе с тем родители часто на перекус ребенку предлагают компоненты, которые перевариваются с большим трудом. И как минимум надолго отвлекают кровь в пищеварительную систему. Как максимум еще и ухудшают работу мозга. Потому смотрите видео дальше. Там наиболее частые ошибки родителей в попытке, как же все-таки правильно кормить ребенка в школе. Как же не следует кормить ребенка в школе и чем? Часть родителей может пойти по более простому пути. беззащитно проще сделать бутерброд с колбасой или ветчиной. Пару минут и перекус для ребенка в школе готов. Да, проще родителям. Время вы на приготовление экономите, а детям значительно хуже. Они очень много теряют при этом. И по нескольким критериям. Во-первых, времени на переваривание такого бутерброда ребенку требуется значительно больше. Просто в приготовлении колбасных изделий. Различных вариантов. Чаще используется свинина либо говядина. А времени на переваривание эти виды мяса требуют значительно больше. Ребенок, безусловно, ваш дольше сыт. Ему не хочется есть. Но! По какой причине? Ведь вами создана лишь видимость благополучия. Клетки при этом голодают. Пища ведь находится в желудке и кишечнике. Она переваривается все еще. А нужна в крови работающим клеткам. Понимаете разницу? Спрашиваете, звоните по телефону. Ты сыт? Да. Вы не спрашиваете его клетки ребенка. А как им работается? Они в состоянии голода. Во-вторых, не менее важно. Колбасные изделия имеют более плотную косметику. консистенцию. Чем их отварные либо запеченные аналоги из рыбы, птицы, мяса. У вас есть возможность контролировать процесс пережевывания пищи на переменах у ребенка. Когда у ребенка и без того присутствует дефицит времени. В-третьих, что очень важно. В этих продуктах для придания мясу цвета мяса используют нитраты. Вы видели отварное мясо? Оно у вас тоже ярко-красного цвета. Понимаете разницу? А нитраты при попадании в кровь блокируют основной переносчик кислорода. И гемоглобин превращается в метгемоглобин. Состояние, напоминающее кровь курильщика, а возникает после употребления домашнего бутерброда. А если бутерброд будет большой, а ребенок относительно маленький, тогда кровь будет напоминать скорее кровь, как у погорельцев на пожаре, отравившийся угарным газом. В такой ситуации веет осуистая дистония у ребенка, развивается легко и просто. И обостряется при любой нагрузке. Включая домашний бутерброд. Эритроциты и гемоглобин есть, а энергии ведь нет. Почему? Да просто энергообеспечение падает внезапно. И ребенку нечем окислять пищу, извлекать из нее энергию солнца. Ваш ребенок ходит в школу за оценками или отбывает номер до получения аттестата. Это серьезно отличаются эти вещи. Если за оценками ему нужна активная работа, гипоксия. И не только банальное питание с белками, жирами, углеводами, витаминами, микроэлементами, но и кислород как единственный компонент, позволяющий правильно извлекать из пищи энергию и обеспечивать этой энергией активность вашего ребенка в школе. Возникшее после такого бутерброда гипоксия или кислородное голодание раздражает костный мозг. И чтобы компенсировать ваш бутерброд, в крови возрастает уровень гемоглобина и количество эритроцитов. Многие считают, что это плюс. На самом деле это огромный минус. Ведь соответственно увеличивается вязкость крови. И на 24 часа в сутки возрастает нагрузка на сердце. Что особенно опасно в период полового созревания, когда ребенок более интенсивно растет и формируется. А сердце с сосудами не успевает обеспечивать интенсивный рост костной и мышечной ткани. И несущественно будет после такого домашнего перекуса нагрузка физическая либо интеллектуальная. Она будет выполняться со значительно большим напряжением. Если это контрольное, ваш ребенок получит более низкую оценку, чем ту, на которую он рассчитывал. А вот если урок физкультуры, попытка выполнить значительную нагрузку может закончиться как минимум сосудистым кризом. А по старению все той же ветосуистодистонии, в профилактике которых важно знать, как правильно пить воду ребенку. О чем будет чуть ниже. Как и чем помочь ребенку поддерживать водный баланс в школе? И сложно и просто одновременно. Нужна ли вашему ребенку обычная вода? Учитывая быстрый обмен веществ и более активные потери воды через кожу, безусловно, да. Но поступать вода должна только на тех переменах, когда ребенок не принимает пищу. Это очень важно. Разбавляя желудочный сок, самая чистая, самая прекрасная вода нарушит пищеварение. И как минимум дисбактериоз кишечника, либо его обострение ребенку обеспечены. А также нужна вода после уроков со значительным физическим напряжением. Чтобы восстановить потери воды после потения и одышки. Но пить воду нужно не сразу после нагрузки. Чтобы не сорвать ребенку сердце. А минут через 3-5 после нее. Это для здорового ребенка достаточное время на восстановление. При этом должен пульс и дыхание вернуться в состояние нормы. После этого ребенок пьет ту воду, которая определяет его дальнейшая активность. Об этом я скажу прямо сейчас. Если на перемене после физической нагрузки прием пищи не планируется. Поддерживать водный баланс можно просто обычной чистой водой. А вот если после физической нагрузки все-таки планируется перекус. То есть нагрузка была достаточно интенсивной. Снизила уровень сахара в крови. И у ребенка появился аппетит. Тогда за несколько минут перед таким перекусом. Для усиления сокогонной активности ребенку вновь необходим сок, компот или сочные фрукты кислого или кисло-сладкого вкуса. В этом случае ребенок убивает двух зайцев сразу. И водный баланс поддерживается. И правильное питание по перевариванию пищи обеспечивается. Здесь может быть перекус любой. Может быть углеводный. Может быть с белками. Тут фактически зависит от того, что будет дальше делать ребенок. В попытке накормить ребенка в школе только нужно знать меру. Чтобы не превратить школьный портфель в мини буфет. Ведь школьнику еще нужны книги, тетради, другие принадлежности. А это дополнительная нагрузка на позвоночник. Полное развитие которого завершается после того, как большинство детей заканчивает школу. Да, сегодня в школе учатся все дольше и дольше. Но позвоночник формируется примерно к 20 годам. И большинство успевает все-таки школу к этому времени закончить. Поэтому я бы советовал самые тяжелые ингредиенты для перекуса. Воду, соки. Все-таки купить в школе. Так проще и лучше для вашего ребенка. Теперь вы знаете больше, как обеспечить правильное питание школьнику в зависимости от расписания уроков. Чтобы учителя имели право поставить себе более высокую оценку за проведенный урок. А родственники были уверены, что организм ребенка был обеспечен в школе всем необходимым. Ведь учеба это не день, не два. Это более 10 лет. И сформировать, заложить основы правильного питания очень важно. И самое простое это в школе. А пока вы думаете, с кем еще поделиться полученной информацией, поставить на него лайк или пропустить это видео. Я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И подумаю, какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. покажу немножко крупную картина. И шум вpose к этому для вас на заканчиваете- já. Продолжение следует...